что такое урбанистика город это сложный организм он состоит из множества систем например планировочная система транспортная система социально-экономическая система экология различные коммуникации и многое другое урбанистика стремится изучать и понять город во все его сложности и связать эти системы воедино она ищет такие решения которые учтут все факторы помогут создать города для людей сильнее всего наши города в двадцатом веке поменяла массовая автомобилизация это позволило городам разрастаться вширь а улицы из общественного места доступного всем превратилась в место опасное для пешеходов долгое время городским планированием занимались политики и градостроители в своих кабинетах рисуя на картах здесь будет промышленность а здесь будут жить люди а тут будет экспо урбанистика говорит решения должны быть комплексными их основой должны быть исследования и консультации с жителями а самые сложные спорные предложения лучше всего пробовать в пилотном режиме и так урбанистика это про сам город его материальную среду здания дороги парки и площади процессы перемещение по городу рост населения его активности жизнь человека в городе и то как люди взаимодействуют со средой правда здорово почему урбанистика стала трендом сейчас быстрый рост городов за последние 30 лет городское население мира выросло больше чем в два раза роль городов глобальной экономики стала такой что уже сейчас основная конкуренция в мире идет не между государствами а между крупнейшими городами устойчивое развитие наверняка вы слышали это выражение это глобальная цель человечества что это значит для урбанистики а то что экономический рост перестал быть единственным показателем успешности города устойчивость означает более экологичные решения более безопасную справедливую среду дающую равные возможности для всех жителей общественное участие разработка стратегий генпланов и отдельных проектов все эти процессы стали сегодня намного демократичнее целью любого мэра архитектора или инженера всегда было сделать жизнь лучше сейчас всем стало ясно что это невозможно сделать не спросив совета у самих жителей давайте разберем основные ценности современной урбанистики комфортный город в это понятие входит очень многое например насыщенной среды различными функциями и это не только поликлиника детсад и школа а еще места для отдыха и работы деловые культурные центры все это должно быть в каждом районе города комфорт это и привлекательные общественные пространства центры притяжения и точки роста экономической активности они просто горка качели и скамейка сюда относится и пешеходная инфраструктура пути должны быть безопасными интересными и конечно ни в коем случае не прерываться парковками развитая транспортная сеть в комфортном городе человек может воспользоваться современным скоростным транспортом чтобы добраться в любую часть города во время и без пробок это относится и к жителям пригородов город он для всех а не только для здоровых взрослых мужчин глядя на многие города можно увидеть что они сделаны без учета интересов пожилых людей детей и инвалидов улицы подземные переходы парки и дворы часто небезопасны для молодых женщин неудобны для родителей с малышами так быть не должно говорят урбанисты комфорт это и хорошая экология и человеческий масштаб эти два понятия тесно связаны человеческий масштаб означает что размеры кварталов улиц зданий и пространств между ними должны быть соразмерны человеку не подавлять его районы с густой сеткой небольших улиц и малоэтажной застройкой не только приятнее но экологичнее башенных жилых комплексов в окружении парковок есть еще такие ценности как resilience и identity объяснять их в двух словах сложнее чем все о чем мы говорили до этого но они тоже очень важны resilience или жизнеспособность это способность города не терять своих преимуществ и продолжать развитие в трудных условиях например испытанием на resilience для городов мира стали изменения климата и к вид 19 идентичность это про то что у городов районов и даже у отдельных мест в городах есть своя самобытность которая накапливается с годами по мере того как их обживают люди этот особый дух не просто лирика идентичность нужно учитывать разрабатывая планы и проекты чтобы обеспечить баланс развития и традиции для этого нужно вовлекать горожан в принятие решений чиновники и система местного управления должны быть прогрессивными и ответственными решения будут качественными и долговечными если проводить исследования и анализировать данные нужно понять как работает город район квартал или двор как им пользуются люди какой у него и скрытый потенциал и так мы за ответственное развитие стимулируем экономику и развиваем город но учитываем экологию и контекст бережем ресурсы все решения должны быть эстетичны их цель повышение качества жизни человека какие решения предлагает урбанистика давайте их разберем если у района только одна функция деловая промышленная или желая то он будет вымирать в то или иное время суток город коротких расстояний означает приоритет высокой плотности застройки со смешанными функциями это создает живые кварталы жители которых имеет все необходимое в пределах пешеходной досягаемости это снижает энергопотребление и загрязнение окружающей среды а человеческий масштаб компактные застройки создают хорошую просматриваемость не оставляя места пустыря это добавляет безопасности многообразие и качество среды мы уже говорили о смешении разных типов зданий деловых культурных торговых и социальных общественных и жилых но многообразие должно быть и в типе жилья если в одном и том же доме застройщик будет предлагать квартиры и для продажи на рынке и по суз программам и доступное жилье город будет более справедлив к молодым семьям госслужащим и бюджетникам многообразие должно быть не только у зданий их форм и функций но и у среды которую они формируют место общего пользования общественные пространства для пользователей разного возраста и разного уровня достатки должны иметься у вас в пределах 15 минут ходьбы в городе должна получиться сеть таких локальных районных и общегородских центров соединенных между собой пешеходными путями эстетика и красота архитектуры это не дело вкуса как считают некоторые это важный компонент комфорта среды и качества жизни они вызывают у человека чувство принадлежности к месту активные фасады первых этажей позволяют создать общение зданий и улицы так жители вступают во взаимодействие с городской средой и друг с другом они просто идут по глухому коридору улицы от светофора до светофора при создании жилых деловых и развлекательных пространств нужно учитывать пешеходную досягаемость общественного транспорта наличие эффективного скоростного общественного транспорта лрт брт или метро должно быть условием для массовой застройки новых территорий или реновации со значительным повышением плотности населения этот подход позволяет сделать компактными уже не отдельные районы а весь город потому что быстрый современный общественный транспорт сокращает время в пути до места назначения некоторые решения могут быть сложны в реализации или спорны в глазах жителей тут на помощь приходит тактический урбанизм то есть временная трансформация пространства она позволяет посмотреть сработает ли то что мы предлагаем такие пилотные проекты изменений используются для тестирования транспортных решений для оживления общественных пространств и многого другого поделитесь этим видео с друзьями и подпишитесь на наш канал